Всем огромный привет, девчонки! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю косметическое видео, точнее видео на косметическую тему. Я, честно говоря, не верю, что я это говорю, но это действительно так. Я сегодня хочу вам рассказать о своих фаворитах, которые я нашла недавно и которые я открыла для себя за это лето. Ну, может быть, что-то и раньше было мной открыто, например, весной. Но, честно говоря, здесь действительно у меня есть много нового, потому что такие видео я не снимала очень давно. Я, в принципе, думала, их особо никто не смотрит, но некоторые просили меня снимать на эту тематику, хоть иногда. Поэтому удовлетворяю ваше любопытство и показываю вам, какие новинки и какие фавориты у меня появились за последнее время. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И давайте для начала начну я с продуктов для лица. Не обещаю, что пойдем в какой-то определенной последовательности, но сейчас у меня именно такие продукты. Первое, о чем я хочу вам рассказать, эту вещь я открыла для себя буквально вот этим летом. Это силиконовая база под макияж от марки The Ordinary. Я вообще делала отдельное, не отдельное видео, я снимала какой-то влог и там рассказывала подробно о всей косметике, которая у меня есть. Мне никто ее не предоставлял на обзор. Я покупала ее сама на сайте Feel Unique и на сайте Beauty Bay. Там самые адекватные цены, потому что накрутка, если через другие сайты покупать, огромная. Так вот, эта база вообще просто подойдет отлично тем, у кого жирная кожа, но кто все равно летом наносит макияж. Потому что такие есть. Я сама летом крашусь очень-очень мало. И тон всегда практически есть на моем лице. Я выбираю что-то легкое. Но у меня не такая идеальная кожа, чтобы я могла позволить, например, себе, ну, допустим, не выравнивать тон своего лица. Поэтому я использую базу, когда, например, наношу тональную основу, либо CC-крем. Эта база мне очень понравилась, потому что она очень хорошо закрывает поры, ну, то есть заполняет поры. Но, тем не менее, кстати, оно не комедоген. То есть поры ваши закрытые, потом вы смыли макияж, у вас никаких прыщиков, ничего не появится. Она просто легчайшая, и тональная основа на ней лежит таким, знаете, красивым, ровным, небольшим слоем. Делает вашу тональную основу стойкой, и у вас лицо в течение дня не блестит. Так что, честно сказать, я была очень удивлена, получив за эту стоимость такой прекрасный продукт. И теперь абсолютно любая тональная основа на моем лице лежит очень красиво. Учитывая, что у меня жирная кожа и довольно-таки расширенные поры. Хотя после ухода, о котором я писала в инстаграм, мне подбирал косметолог, мои поры стали на порядок меньше, чему я несказанно рада, потому что реально это мне мешало жить. И кожа стала меньше жирниться. И следующая вещь, которая тоже привела меня в восторг, это вот такая четверка для лица от марки Stellar. У них была рассылка, где они присылали, по-моему, называется White Collection. И там лежало 4 продукта вот в таком оформлении. Честно говоря, я для себя сразу выделила вот этот прекрасный продукт. Тоже о нем рассказывала во влогах, но влоги смотрят довольно мало, поэтому дублирую его здесь. Если честно, более красивых хайлайтеров в масс-маркете я еще не встречала. Я обязательно сделаю свочи вам поближе. Единственное, что мне не особо понравилось, это, знаете, такой аромат. Он не неприятный, но он довольно-таки навязчивый. Примерно напоминает мне, знаете, есть такие кремы, по-моему, Невская косметика называется. И вот у них там есть вечерний или что-то в этом роде. Ну, не помню точно. Вот подобный аромат. Я, честно говоря, не очень люблю отдушку в косметике, но продукт настолько хорош, что я закрываю на все это глаза и с огромным удовольствием им пользуюсь. Я уже достаточно много использовала его, поэтому обязательно к ней присмотритесь. Если вас не смущает запах, то эта палетка вам точно понравится. И следующая вещь, о которой я хочу вам рассказать, это вот такой консилер от марки, наверное, читается как Nip Plus Fab, я не знаю, как точно, но я обязательно оставлю снизу ссылку. Заказывала я его на сайте Feel Unique. Там были скидки 30-50%. Не помню, сколько было точно на него, но это просто один из самых крутых консилеров, который мне за последнее время встречался. Еще могу, наверное, с ним вот на одно место, на первое поставить консилер от марки Clorance, только он более плотный. И если вам прям такая тяжелая артиллерия не нужна, если вы хотите, чтобы ваша кожа под глазами, ну знаете, вот как бы выразиться-то, если вы хотите обрести такой свежий, распахнутый взгляд, то этот консилер я прям настоятельно рекомендую. У него настолько правильный цвет, который делает именно ваш вид отдохнувшим. Когда-то очень мне нравился в этом плане консилер от L'Oreal Lumia Majig, но у них был настолько ничтожный маленький объем, по-моему, 4 или 3 миллилитра, это очень мало. То есть это было даже нецелесообразно, потому что он достаточно быстро заканчивался. Здесь объем 7 миллилитров, и я практически каждый день использую, когда наношу макияж, потому что это просто супер вещь. Он не утяжеляет кожу под глазами, он не забивается в складки. Ну, конечно, если они у вас очень сильные, я рекомендую прежде всего сделать, ну, какие-нибудь патчи под глаза, либо какое-то средство, которое убирает эти мешки под глазами, и тогда у вас с этим проблем не будет. Тоже сделаю сводч поближе, но сейчас покажу, думаю, видно, насколько он светлее моей кожи. Чуть мало что-то нанесла. Вот, и под глазами, я говорю, смотрится очень-очень натурально. Не розовый, не ярко-желтый, а достаточно такой нейтральный под тонами. Так что тоже могу порекомендовать, и ссылку оставлю в описании. Далее хочу вам показать то, чему очень все удивились в Инстаграм. Это новинки от Sleek. Как вы знаете, у них обычно палетки выходят в черной упаковке. В таком формате она такая полуматовая, и в ней 12 оттенков. Но в этот раз они, честно говоря, превзошли сами себя, и выпустили одну очень интересную палетку. Вот так она выглядит. Посмотрите, упаковка меня, конечно, покорила, когда я тоже ее увидела. И так как я, в принципе, очень люблю Sleek, хотя я для себя сейчас выделила три палетки и оставила вот этот четвертый, остальные я все раздала. Но у меня есть три мои любимецы, которые навсегда останутся со мной, и если они закончатся, что маловероятно, я обязательно куплю себе еще. В общем, палетка выглядит следующим образом. Я тоже потом ее покажу поближе. Вот так она выглядит. Я просто не хочу, чтобы вы ослепли от моих ламп. И, как вы видите, здесь у нее 18 оттенков. Оттенки все очень интересные. Они практически не повторяются. То есть они никак не параллелят, если так можно сказать, с какими-то другими палетками. Есть парочку оттенков, которые у меня когда-то уже были, но все-таки они ввели сюда много новых оттенков. Что я хочу сказать? Как всегда, те оттенки, которые были сатиновые, перламутровые, они наносятся отлично пальцами и очень хорошо отдают свой пигмент. Матовые оттенки здесь тоже довольно неплохие. То есть они не осыпаются, они не распадаются на мел и пигмент какой-то, что их невозможно нанести. Поэтому я осталась полностью довольна этой палеткой. Она очень многим понравилась. И кто-то даже себе, по-моему, ее заказал. Хотелось бы посмотреть, вообще будет ли у них что-то новое. Потом в таком же формате, потому что упаковки очень удобные. Здесь, как вы видите, поверхность, она не полностью матовая, а полуглянцевая. И здесь легко стереть следы косметики, потому что предыдущие все их палетки в плане упаковок были, на мой взгляд, провальными. Потому что к ним липла абсолютно вся косметика. И какие-то карандаши, остатки на них находились. И пальцы с отпечатками теней, которые просто было невозможно стереть. Поэтому обязательно присмотритесь. Я вам покажу поближе, а вы уже для себя решите, стоит ли ее приобрести или нет. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, тоже стала открытием этого лета. Это марка De Balm и это бронзер. Он заявлен как анти-оранж. То есть в нем нет вот этого противного, разжеватого подтона. Она вообще, по-моему, есть три оттенка. И как раз для тех девушек, кому этот рыжий подтон как бы не идет, я одна из них, потому что у меня очень бледная кожа. У меня это оттенок Оскар, но есть еще Оливер. Вот Оливер подходит, наверное, больше и мне, и вам. Просто сейчас у меня было чуть-чуть совсем загорелое лицо, поэтому Оскар мне подошел идеально. Я обязательно следующий закажу Оливер, потому что я всегда в поисках какого-то бронзера, который будет давать, знаете, какой-то естественный загар, создавать эффект естественного загара, а не что-то рыжее пятно какое-то у тебя на лице. С удовольствием сейчас я его использую. Единственное, что он достаточно рыхлый. Может быть, это у меня так, потому что он мне пришел немножко поврежденным, но я уже не стала никуда в поддержку писать, не хотела никаких разборок. И когда я гисточкой начинаю набирать, его очень много остается вот здесь. Может быть, если он будет более спрессованный и неповрежденный, этой проблемы существовать не будет. Тоже обязательно вам оставлю сводч, сможете посмотреть на пальцах, он практически незаметный, но при наслаивании где-то, вот если вы два раза проведете, то он смотрится реально, очень-очень естественно. Поэтому очень рада этой покупке. Наконец-то сделали что-то такое для девушек, у которых бледная кожа, и кому этот рыжий подтон абсолютно не идет, потому что это целая проблема найти что-то, ну, не очень дорогое. Не помню точно, сколько он стоил, но ссылку тоже оставлю снизу. Но при этом, чтобы выглядело хорошо на лице. Далее хочу вам показать еще две туши, которые тоже стали для меня открытием вообще этого года и лета. Первая тушь вообще очень бюджетная от марки Miss Sporty. Насколько я помню, это польская марка. Я вообще ее как бы обхожу стороной, потому что, ну, особо не вижу ничего интересного у них. Но увидела вот на эту тушь были отзывы, 5 звезд, и я решила заказать. Называется она Studio Lash Designer, и имеет она силиконовую щеточку. Честно вам скажу, более классную тушь с силиконовой щеточкой я еще не встречала, потому что она делает просто ресничка к ресничке, и она дает и удлинение, и объем, и даже подкручивает ресницы, потому что они у меня довольно прямые. Классная тушь, не осыпается. Я ее ношу и в жаркую погоду, и хотя она не заявлена как водостойкая, она довольно хорошо ведет себя на ресницах, и у вас не остается никаких разводов под глазами, как бывает с некоторыми тушами. Поэтому очень советую к ней присмотреться. Если вы знаете, где продается эта марка, в принципе, она продается везде, в каких-то, может быть, магазинчиках таких с косметикой, не очень известная. Но вообще Miss Sporty, в принципе, в Польше это достаточно известный бренд. Просто, ну, как-то, я не знаю, здесь у нас в Эстонии, например, не приживается, и я могу ее найти в интернет-магазинах. Но думаю, что, в принципе, вам не составит труда. Тоже оставлю название, возможно, вы где-то найдете. И следующая тушь, которая тоже мне очень понравилась, это тушь от марки Essence. Я сама ее заказывала с Feel Unique, потому что не знаю, где в Эстонии продаются они. Называется она Bye Bye Panda. И смывается теплой водой буквально, ну, я не знаю, с двух раз где-то. А если вы будете использовать мицеллярку, так вообще в этом не будет никакой проблемы. И действительно, ее не нужно так тереть, потому что она совершенно не оставляет никаких разводов. У нее натуральная щеточка и идеальный дозатор, который вытаскивает, точнее, ну, вынимает столько туши, сколько вам нужно. Она дает и удлинение, и объем, но ее лучше красить в несколько слоев, в принципе, что я и делаю. И начинать с внешнего уголка глаза, двигаясь постепенно к внутреннему. Тогда получается, знаете, такая красивая форма. Поэтому, если вы искали какую-то недорогую, но хорошую тушь, которая не осыпается, то советую тоже к ней присмотреться. Далее хочу вам показать просто удивительный скраб для губ, на который я чисто случайно наткнулась в магазине. Но, насколько я знаю, эта марка продается и на iHerb. Я думаю, что многие заказывают оттуда. Это марка, которая называется Physician Formula. Я думаю, что вы и туши от них знаете, потому что очень часто они фигурируют в разных видео и много других продуктов. Хотя, честно говоря, сейчас я вижу все реже и реже. Я оттуда особо ничего не покупала, но вот этот вот скраб для губ меня заинтересовал, потому что из-за того, что я постоянно пользуюсь только матовыми карандашами, матовыми помадами, губы у меня, соответственно, в не очень хорошем состоянии. Они очень часто шелушатся, поэтому для того, чтобы карандаши и помады не лежали у меня кусками на губах, я использую скрабы. До этого у меня был стик, я специально заказывала от марки Elf, но он пришел такой вонючий, какой-то запах такой, знаете, прогорклый был, поэтому я просто его выбросила и вот озадачилась покупкой нового. И этот мне очень понравился, у него в комплекте еще есть маленькая золотая ложечка, чтобы вы пальцами туда не лазили и не заносили разные микробы. Можно ложечкой подцепить столько продукта, сколько вам надо и массирующими движениями втереть себе в губы. Идеальные губы он делает. Единственное, опять у него достаточно такой навязчивый запах. Я уже говорила, что я к одушке в косметике отношусь не очень хорошо. Для меня предпочтительно, чтобы вообще ничем не пахло, если возможно это. Но, к сожалению, здесь не касается вот этого скраба. Но работает он отлично на все 100%. Далее хочу вам показать два продукта из белорусской косметики, на которые тоже стоит обратить свое внимание. Я уже делала отдельный пост о своих фаворитах, но только первую часть, у меня фаворитов гораздо больше. Я знаю, что сейчас многие девочки снимают о белорусской косметике, поэтому решила и с вами поделиться некоторыми впечатлениями о нескольких продуктах. Первое, что я вам тоже очень советую, это вот такая финишная пудра от Triluic. Когда у меня закончилась достаточно такая внушительных размеров банка от Elf, я покупала HD пудру. Я озадачилась покупкой какой-то новой пудры, и у нас в Эстонии не нашла. Заказывать через интернет, через их официальный сайт мне не очень хотелось, поэтому у меня появилась вот такая пудра. И, честно говоря, она абсолютно ничем не хуже, только стоит, я думаю, что, наверное, в полтора раза дешевле. Эту пудру я обычно использую для того, чтобы приструнить какой-нибудь капризный консилер, потому что консилеров куплено очень много, и большая часть из них все-таки скатывается. Но, тем не менее, в принципе, они хорошо выполняют свою работу в плане перекрытия, поэтому я пытаюсь найти какие-то варианты для того, чтобы сделать так, чтобы консилер остался весь день, и кожа здесь была гладкая. В этом мне помогает вот эта финишная пудра от Reluie. Здесь достаточно большой объем. Она отлично, если вы возьмете ее минимальное количество на кисточку и нанесете, она отлично убирает жирный блеск, и в течение всего дня очень хорошо держит консилер. Поэтому советую вам к ней присмотреться. Здесь довольно большой объем, 10 грамм, вам хватит надолго. Так что, вот, тоже оставлю название в описании, хотя здесь ничего сложного. Reluie Pro, это серия Pro HD пудра. Фиксирующая, транспарантная, то есть прозрачная. Следующая вещь тоже у меня от марки Reluie. Это, знаете, у них есть вот такие вельветовые помады с бархатным финишем, и мне очень нравится. Не всегда хочется пользоваться только матовыми карандашами, помадами. Хочется им, чтобы был какой-то интересный эффект, и вот эта помада его имеет, на первый взгляд, она кажется матовой, но когда вы наносите ее на губы, то есть вот, даже не знаю, как объяснить, есть такой эффект, как у велюрового кресла, например, или пуфика, ну, в общем, какой-то вещи с велюровой обивкой, вот. И это очень красиво смотрится на губах, знаете, к ним так приятно касаться, потому что они реально как бархат. Конечно, перед нанесением подобных продуктов нужно использовать скраб для губ. Я, кстати, вам покажу сейчас скраб, который мне очень-очень понравился, но к этим вещам я тоже советую присмотреться. И, наверное, последнее, что я вам на сегодня покажу, как раз у меня получится такой топ-10 моих фаворитов и моих находок. Это два средства для очищения кожи, а точнее две мицеллярные воды от марки Biore. Покупала я их тоже на Feel Unique, но знаю, что в России и в других странах есть свободная продажа. На Feel Unique как раз, ну, знаете, бывают такие баннеры разные рекламные. Я увидела как раз пост, ну, или пост, или рекламу об этой мицеллярной воде. Никогда в жизни я не видела, что так может работать мицеллярная вода. Все, что у меня было до, это Виши, потом, что у меня еще было, Биодерма. И обычно мицеллярная вода от Горния в разных вариантах, зеленая, розовая. Вы понимаете, они даже рядом не стояли вот с этой мицеллярной водой. Оба эти средства направлены на то, чтобы освободить вашу кожу от кожного сала и также от макияжа, который мог забиться ваши расширенные поры. Здесь вода с углем, она имеет такой темно-серый цвет, похоже, как будто черная, но на самом деле нет. И у них нереально приятный аромат. Здесь также написано, что ее не нужно смывать, но я всегда-всегда любую мицеллярную воду смываю, будет там хоть 50 раз написано, что не надо. Потому что я все равно, ну у меня есть некий дискомфорт, мне все время кажется, что на лице что-то осталось. Так что я очень-очень рекомендую к покупке. Она справляется с макияжем абсолютно любой сложности. Вы можете купить либо эту, либо эту, вы не пожалеете. Что касается ее стоимости, то на Фил Юник, по-моему, они были по 5 евро, это была скидка в 30% или в 40%, но в России, не знаю, мне казалось, около 300 рублей стоит, но точно не буду утверждать. Честно, вот попробуйте, вы точно не пожалеете. После нее кожа просто идеально чистая, учитывая, что я не использую 10 ватных дисков, мне достаточно буквально 2, ну если на мне нет полного макияжа, например, только тональная основа. Также отлично справляется с сиси-кремами, с биби-кремами, обычно с которыми хорошо справляется только гидрофильное масло, но и вот эти две мицеллярные воды делают работу просто на ура. Честно, это вот моя такая, знаете, от души рекомендация, лучше я просто ничего в жизни не встречала. Так что, вот, девчонки, на сегодня это все, что я вам хотела показать именно из декоративной косметики, потому что у меня есть еще фавориты из ароматов, из вещей. Летом я что-то себе приобретала, если у меня будет такая возможность, я обязательно сниму вторую часть именно таких фаворитов. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть впечатления о продуктах, которые я вам сегодня показала, может быть наоборот негативные, то обязательно отпишите и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»